Общественно-политические организации, представляющие мусульман, появились на заре отечественной демократии. Среди первых и еще в СССР возникла Исламская партия Возрождения. НУР – одна из первых официально зарегистрированных общественно-политических организаций мусульман современной России. Образована в мае 1995 года. На выборах в Думу в том же году НУР набрал почти 0,6% голосов. Движение настаивало на формировании цивилизованного имиджа мусульманина. Союз мусульман России основан в мае 1995 года. Первый генеральный секретарь – Жириновец Ахмед Халитов. Впоследствии Союз мусульман России возглавил Надир Хачилаев. Свои цели и задачи Союз понимал как отстаивание на всех уровнях власти интересов мусульман. Мусульмане России – общественно-политическое движение, председателем которого на первом съезде участники избрали главу Духовного управления мусульман по Волжье Мукадаса Бибарсова. Целями движения были заявлены – объединение всех мусульманских организаций в единую ассоциацию. Внимание на областных проблемах. Меджлис – блок, сформированный в середине 1999 года на базе «Нура», Всероссийского исламского конгресса Асламбека Аслаханова и «Мусульман России». Руководитель – президент компании «Нефтегаз» Леонард Рафиков. Самых больших успехов в российской политике добился Рифах Абдульвахеда Ниязова. В 1999 году по спискам единства он провел в Госдуму целую депутатскую группу. Мусульмане на выборах 2003. Как мусульманская себя позиционировала только возглавляемая банкиром Магомедом Раджабовым партия «Истинные патриоты России», изначально называвшаяся «Исламской». В выборах 2003 года участвовали и другие известные общественно-политические организации, так или иначе представлявшие мусульман. Например, движение «Рифах», преобразованное к тому времени в Евразийскую партию России, вошло в блок Павла Бородина, госсекретаря Союза России и Белоруссии, «Великая Россия, Евразийский союз». Мусульмане на выборах 2007, 2011 и 2016. Мусульманские общественно-политические организации в выборах 2007 и 2011 годов участия не принимали. От разных партий выдвигались отдельные политики – Абдуль-Вахет Ниязов, Шамиль Султанов, Адалет Джабиев. На выборах в Думу в 2016 году уже ни один кандидат не заявлял, что в той или иной степени представляет интересы исламской общины. Выборы президента 2018 года запомнились неожиданным выдвижением супруги Муфтия Дагестана Патимат Гамзатовой. Стоит также отметить и выдвижение в кандидаты лидера Социал-демократической партии России Серождина Рамазанова.